Нихао, братья! Сегодня у нас на канале предварительный обзор на Antminer S19XP Hydra. Что же это за водяной монстр? Давай приступим к обзору прямо сейчас. 12 марта 2022 года Bitmine анонсировал свой новый аппарат с 5-нанометровыми чипами Antminer S19 Hydra. Просто какое-то лютое название, похожее на какую-то страшилку или антагониста из Marvel. Давай же с тобой сразу же перейдем к его характеристикам и посмотрим, что же это за аппарат. Итак, как мы видим, как он выглядит, S19XP Hydra. Выглядит он немного, конечно же, странно. Стоимость его заявленная 19 890 долларов, 255 терахэш. Просто задумайтесь. Всего-навсего за 5 лет индустрия майнинга совершила такой скачок. И когда были асики S19, которые по факту там выдают 14 терахэш, а сейчас уже анонсируют асики с мощностью 255 терахэш, по заявлению производителя это 5-нанометровые чипы, но S19 обычный тоже был заявлен как 5-нанометровый, но по факту оказался на 7-нанометровых чипах. 5,5 кВт потребления, 20,8 джоули на терахэш. Итак, можно приобрести в USDT ERC-20, USDC, USDT TRC-20. Также, я думаю, в битке можно будет его купить. Придачу прилагается, необходимо будет купить Unspace HK3. Это, по сути, контейнер именно для этих асиков с водяным охлаждением S19XP Hydra. Название, конечно, не оригинальное, если честно, но я думаю, это для них не особо важно. Итак, посмотрим с вами хэшрейт и спецификации данного асика. SHA-256, понятное дело, 255 терахэш мощность, 5,5 кВт будет по факту 28 джоули на терахэш. Размеры, в принципе, стандартные, весит 15 кг. Итак, давайте с вами посмотрим на план оплаты. Если это вы приобретаете на английском сайте, отгрузка будет осуществляться через Гонконг. Напоминаю, что в Россию отгрузить не получится, тем более сейчас не получится отгрузить, я думаю, и подавно. Действительно, Payment Planner. Тут, конечно, Bitmain просто хитрый лист, на самом деле. Очень какие-то туманные условия, которые качают пользу них. Посмотрите, что здесь происходит. 25% сначала вы оплачиваете после заключения соглашения. 35% вы оплачиваете до 15 июля 2022 года. Это если вы заказали на бачи январь 2023 года. И тут смотрите. Актуальная цена будет определена за 15 дней до предстоящего батча. И будет отгружена по той цене, исходя из рыночных условий на этот момент. То есть, грубо говоря, если биток вырастет в цене, вам нужно будет заплатить в два раза больше. А в чем смысл? То есть, абсолютно непонятно, для чего это делается. Ну, для того, чтобы еще больше заработать. Ибо у вас, люди, вариантов-то особо нет. Есть Bitmain, есть Inosilicon. Есть Whatsminer. Whatsminer и Bitmain сейчас очень сильно конкурируют друг с другом. И Whatsminer, наверное, даже опережает. Суть в том, чтобы заработать в два раза больше. А в чем смысл тогда предзаказа или, если можно его будет купить по факту, по рыночной цене? Я не думаю, что она глобально сильно будет отличаться. Смысл предзаказа всегда был в том, что цена намного дешевле, если заказываешь заранее. То есть, это абсолютно отсутствует логика в этом решении. Но здесь единственная задача и цель данной компании, как мне кажется, очень хорошо заработать. Ваши интересы – это в последнюю очередь. Возможно, я ошибаюсь, конечно же. Это лично мое мнение. Сугубо личное мнение. Что касается shipping details, это для нас не особо важно, потому что в Россию, страны СНГ, через Гонконг мы не сможем отгрузить, только через материк, через Китай. Гарантия тоже не актуальна, потому что если отгружается из Китая, то вам необходимо будет возвращать данный ASIC обратно в Китай, что, в принципе, будет очень сложно. Поэтому после того, как вы получили ASIC, вам нужно будет все хранить в идеальных условиях, создать идеальные стерильные условия для того, чтобы этот ASIC работал, чтобы там не было ни пылинки, ничего. И это не Antmaner S9, которым можно было пинать и играть с ним в футбол. Итак, как мы видим, это, по сути, тот же Antmaner S19 XP. То, соответственно, здесь подведены трубки для водяного охлаждения. Вот единственный вопрос, по идее, он должен работать без контейнера, или он же специально, я не думаю, что он специально предназначен только для контейнера, от Miner Hydra Container. Давайте с вами посмотрим немного. 1 мегаватт вместимость, максимальная эффективность и энергопотребление. Но это стоит у них довольно-таки дорого, если честно. 110 тысяч долларов, потом еще отгрузка. Лучше, я считаю, сделать такие контейнеры на месте, обойдется намного дешевле. Лично мое мнение. Честно, народ, я могу ошибаться. Возможно такое, что Antmaner S19 XP Hydra необходимо будет покупать именно с контейнером. В чем, конечно же, я не уверен. Я думаю, отдельно они тоже должны работать. Я не думаю, что именно такое. По крайней мере, в новостях я такой информации не видел. Простите, если я ошибся. Находимся мы сейчас с вами на сайте watermind.com. Проверим с вами окупаемость данного астика, за какое время все-таки он окупится. Кстати, я хочу анонсировать, что в скором времени у нас появится Telegram-бот, который будет показывать окупаемость за количество дней, месяцев, в зависимости от инвестированной суммы. Итак, я здесь ввел необходимые данные, 250 тысяч гигагэш, 5500 ватт, стоимость электричества 6 центов. Так, это нет, это 60 центов. Так, нам нужно 6 центов, 0.06. Я неправильно ввел, прошу прощения. Итак, мы видим здесь чистую прибыль, 443 доллара, да, с учетом стоимости биткоина на сегодняшний день. Это получается в месяц, грубо говоря, 12 тысяч долларов. Окупаемость, кажется, вроде такой быстрой. Но, по факту, бывает все иначе. Будем посмотреть, как говорится, какая стоимость будет у этого астика в момент отгрузки. А теперь давайте с вами поговорим, стоит ли приобретать данный асик и вообще, есть ли в нем смысл. Я не нашел конкретной информации, будет ли он работать без этих контейнеров, но я думаю, что наверняка должен. Что касается этих контейнеров, они будут вмещать около 210 штук Antminer S19XP Hydra. Итак, есть ли смысл? Я считаю, что есть смысл приобретать данный асик лишь в одном случае, при промышленном майнинге. Если вы хотите купить там 210 асиков S19XP Hydra, засунуть их в этот контейнер, забыть о нем, чтобы это все работало нормально, круглогодично, без каких-либо поломок. То, конечно же, это решение. Почему бы нет? Потому что это инвестиция на перспективу. В дальнейшем, лет 6-7, эти асики еще будут работать и приносить действительно хорошую прибыль. Если мы говорим об одиночном майнинге или о небольшой ферме, или даже о средней ферме, то, наверное, в этом асике смысла нет никакого. Во-первых, это из-за конструкции водяного охлаждения, и во-вторых, из-за цены предзаказа. То есть, если даже будете покупать, то лучше брать ее по рынку, когда этот асик уже выйдет, а не заказывать его изначально, делать предзаказ. Поэтому, делайте, конечно, выводы сами, если вы фанат гидроохлаждения, водяного охлаждения, погружения в ван асики, то есть, опытов над ними, то, конечно, welcome, пожалуйста. Ссылочку на этот асик я оставлю под описание, вы сможете заказать предварительно этот асик у нас. Конечно же, вам всем желаю я роста битка, хорошего настроения и профитного майнинга. Всем пока!